Всех приветствую дамы и господа, сегодня очередной ролик по Majestic RP 7 сервачок, сегодня в видео мы затронем такую тему как фракции сколько в нее можно заработать, как в нее вообще вступить и так далее на печальный ролик как всегда не забывайте меня поддерживать, то есть при регистрации аккаунта вводите мой промокод Haman или уж самой в игре SlashPromoHaman, которая даст вам платину VIP и игровую валюту на Majestic RP ну а я всем желаю приятного просмотра, всем желаю приятного аппетита, кто кушает, а мы погнали к ролику итак первый пункт это что нужно для вступления во фракцию, то есть вам нужно иметь персонажа второго уровня потом подойти к зданию фракции, в которой вы хотите устраиваться, это получается Visual News, GOV, LSPD, LSSD и FIB выбирайте куда вы хотите идти, я буду вам показывать на примере Visual News, то есть визлы смотрите, я вам покажу какие вопросы, что спрашивают на собеседованиях и так далее а потом уже перейдем к пунктам, сколько получаешь, что делаешь, какие обязанности и в том роде поэтому поехали смотреть отрывок, как я вступаю, как меня вообще проводит собеседование Visual News а после уже перейдем дальше здравствуйте здравствуйте собеседование у вас здесь проводит? да, конечно, пойдемте со мной меня зовут Папасит, я сотрудник Visual News, расскажите немножко о себе, представьтесь так, смотрите, здесь остановимся, на этом моменте как видите, он просил меня рассказать о себе, то есть вы расскажете не о себе, а именно о персонаже своем то есть вы расскажете, сколько вы проживаете в штате, это значит, сколько у вас уровней если, допустим, у вас два уровня, значит вы проживаете два года в штате потом расскажите, чем вы занимались, там, чем вы придумаете, вот я придумал, допустим, на примере, там, дальнобой то что я работаю дальнобойщик и так далее то есть вы расскажете про своего персонажа не про себя а про персонажа меня зовут скотт мако у меня 28 лет проживаю получается в нашем статье 16 лет точнее не ошибаюсь я до 16 лет проживаю работу получается дальнобойщиком вот решил строиться к вам поработать все равно узнать об этом посмотрите вот тут и происходит все рп смотрите он просил меня показать ему документы он мог просить меня двух пунктов то есть он просил меня был в чате либо голосом данный момент просил меня голосом поэтому я ему и отыграл голосом также он может просить тебя в чат, но ты все равно можешь отыграть в голоса, потому что это тоже РП процесс идет. Да, сейчас получается из правого кармана своего ракета достану документы, передам человеку напротив. Взял документы у человека напротив, ознакомился. Скотт, очень приятно, меня зовут Папасито. Приятно. Так, давайте проведем небольшие собеседования. Вот я в газете вычитал некоторые пункты вчера. Там что-то сказано про МГ и ДМ. Вы знаете, что это такое? Итак, смотрите, здесь нас встречает еще получается два пункта РП ситуации. На данном моменте он спросил у меня голосом. Он спросил у меня в IC чат. Есть IC чат, есть OC чат. IC чат это когда вам отвечают голосом, либо пишут в IC чат. OC чат, это когда вам пишут именно в скобочках вопрос, и вы должны не отвечать. Так же, как IC чат. Здесь он спросил у меня в IC чате, что такое МГ и ДМ. По сути, вы не должны знать, что это такое, то есть вы не понимаете, о чем он говорит. Но, чтобы что-то ответить, отвечайте, допустим, МГ, да? Обычно это говорит Мама Галя. То есть отвечаете всякий набор слов, начиная все на М и Г. Так же и ДМ. То есть дядя Миша, дом мой и так далее. Если он спросил бы о OC чат, тогда было ответить только МГ, это использование информации из реальной жизни, и ДМ, это убийство без причины. Это расшифровка этих терминов. Но опять же, это если он спросил бы вас о OC чат. Обычно экзаменаторы, которые проводят собеседование, вам пишут, типа, или говорят, сейчас я вам напишу на листочке вопрос, ответьте на него. Это значит, что он вам отвечает, точнее, пишет на OC чат. То есть и там вы должны отвечать, что такое МГ и ДМ. То есть убийство без причины и так далее. Здесь же он простил меня в IC чате, поэтому я ответил такую гриберду. Да, я что-то тоже читал про газету «Новые новости». МГ это было, что-то там, Малый Гагарин, что-то такое, не ошибаюсь. Ну, типа, родственники Гагарина, видимо. Не знаю я. Если знаете, то кого не знаете. И еще пункт. Какой пункт там, не помню уже. ДМ. А, ДМ, да. Это что-то для боя связано было. Ну, работа для боя. Хорошо, а по-эльфийски воспринимаете? Да, конечно. Ну, что такое ДМ и ММГ? Ну, если получается, использование информации из РЛ и убийство без причины. Так, отлично. Все, возвращаемся обратно. Угу. Отлично, вы нам подходите. Все очень здорово. Так, значит, подготовлю бланк контракта и передам вам для ознакомления. Значит, взял листочек со стола, контракт. Передал человеку на против. Взял листочек контрактом, ознакомимся с ним. Так, подпись, что-то внизу заставить, да? А, ручку можно? Да, конечно. Возьмите вот штаканчики на столе. Так, хорошо. Значит, поставим подпись и положим на стол обратно. Отлично, вы принято. Поздравляю. Так, ну а после этого всего вам, получается, кидает ссылку на Discord, где вы заходите. Там выдают вам роли. После этого начинается самое интересное. То есть, это объяснение всех правил, пунктов и так далее. На примере моем я работаю в Zoom News. Я вступал с первого ранга, получается. То есть, каждый день можно повышаться один ранг. То есть, один ранг дает тебе 500 баксов, грубо говоря. В общем, чтобы вы понимали, вы можете догачаться именно любой человек, может догачаться до седьмого ранга и получать 7000 в час. Это только Payday. То есть, именно Payday. Помимо этого, вы можете еще откидывать зеленки, принимать людей и так далее. То есть, в Zoom News есть отделы, которые занимаются своей работой. Допустим, на моем примере я работаю в отделе PR. Это получается PR. То есть, я откидываю зеленки, принимаю заказы на зеленки и так далее. Допустим, пошел человек ко мне и закажет мне зеленку. Она стоит, к примеру, 20000. Я 10 тысяч себе беру, 10 тысяч сложу в казну. То есть, за одну зеленочку я получаю десятку. Бывают люди приходят, которые делают контракты. Контракты это уже большие суммы по миллиону, по полмиллиона. Вы также себе часть процентов берете денег этих, часть вы вложите на казну. Помимо всего этого, вы еще раз в неделю получаете премии. Примерно на вашем ранге, если вы нормально будете там работать, то это примерно у вас будет пятый, шестой, седьмой ранг. Когда вы прокачаетесь, где вы будете нормально уже зеленки брать и премию получать, то вы будете получать по 200 тысяч примерно в неделю только премию. Плюс, вы можете в день делать миллионы. в плане того, что если у вас будут заказы на зеленку, допустим, на смс и так далее, именно заказы от людей. Если их нету, то и денег нету. Ну, заказов бывает очень много, поэтому уру. Ну, не миллионы, конечно, но сотни тысяч вы прям точно можете заработать спокойно, если вы будете все время находиться в офисе и ждать эти заказы. Помимо этого, вы еще откидываете зеленки, тем самым вы зарабатываете работу на премию. Это все, что касается моего отдела получается и именно Visual News. Также есть там и другие отделы, такие как вот принимали меня сейчас это Ашеры, получается, есть корреспонденты и так далее. Это, думаю, все вам будет интересно, не интересно, не знаю. Помимо этих премий, зарплат и так далее, вы еще можете лутать мероприятие. У нас каждый вечер проходит мероприятие, где старший состав, допустим, кидает там скрешеты фоток, где он находится, и вы по фотке даже найти этого человека. Вы находите, получаете 20 тысяч. Вы так можете, допустим, 5 фоток найти и получаете 100 тысяч, либо там 2-3 фотки найти, и это не имеет значения. Разные корпусы бывают, то есть разные мероприятия бывают, поэтому именно где заработать, изменились, думаю, очень неплохо можно залутать бабок. Поэтому, на этом я думаю, буду заканчивать. Вроде бы, объясню вам примерно, как это происходит, как вступают, что делают, и так далее. Ставим лайки, получается, дизлайки, пишем комментарии, что я рассказал, что непонятно, я вам отвечу в комментариях, но я со всеми прощаюсь, всем чао. Субтитры сделал DimaTorzok